Эффективность здоровья сберегающих технологий, которые применяются в образовательных учреждениях Иркутской области, должны оценить эксперты, считают участники рабочего совещания, которое провела председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Сенцова. Сегодня на рабочем совещании мы хотели бы посмотреть, может быть, определить ту точку, в которой мы находимся и, возможно, наметить ближайшие шаги для того, чтобы, наверное, тема здоровья сбережения в школе была одной из основных. Кузьма Алдаров отметил, что необходимо уделить особое внимание качеству школьного питания, физической активности и психологическому состоянию детей. Случаи последних в Перми, в Казани, они последние не поддаются логике никакой, да, и, конечно, ставится задача о том, чтобы своевременно выявлять, но как это все делать, там очень сложно понять. Поэтому хотелось бы послушать специалистов ваши рекомендации, ваши пожелания, и мы со своей стороны готовы к такому конструктивному сотрудничеству. Состояние здоровья школьников вызывает тревогу у специалистов. Так, например, в областном центре 59% учеников имеют различные отклонения в здоровье, включая хронические заболевания. По результатам медосмотров выпускников, только 10% детей здоровы. До конца 2021 года плановую диспансеризацию должны пройти более 540 тысяч учеников школ в Иркутской области. Подводя итоги рабочего совещания, Ирина Сенцова сказала, что тема применения здоровья сберегающих технологий будет включена в планы работы профильных комитетов на 2022 год. Продолжение следует... Продолжение следует...